мы на месте мы приветствуем богдана интересуемся готовлю он диагностики чистки доверить ли он нам свое биополе на период сеанса готов готов хорошо вера посмотри визуально что-нибудь мешает сканированию у него в руках какой-то музыкальный инструмент похоже на гитару только она круглая мандолина мандолина есть когда и у него ноги спутаны веревками силам его намерения эта мандолина выходит отправляется в клетку тюрьму разрезаете веревки на ногах и они идут в клетку тюрьму они как змеи больше поползли готова даю команду на счет риска на расканировать пространство над головой богдана под ногами 360 градусов вокруг него сканер сканировать 7 тонких тел богдана находит все у него демон вышел 14 к этим змеям демон 14 хорошо дальше идет джин 37 25 красный дракон 11 28 из пруд из пруд у кого есть контракт из присутствующих с богданом у джина есть у кого еще есть демон нет контракта договорчик договорчик но все таки же есть договорчик правильно давай демон сделаем так ты будешь все мне договаривать все что я тебя спрашиваю тогда я не буду нервничать и не причинять тебе дискомфорт вот у меня такое предложение кто из вас присутствует в квартире где живет богдан джин еще кто над клеткой ответственно загорается маячок дракона из палаты все дракон ты не успел ответить на мой вопрос или ты не хотел ответить на мой вопрос он показывал где они хорошо начинаем с реверса энергии в процессе работы я буду задавать другие вопросы будете на них отвечать даю команду тонкой копии богдана спрессировать все энергетические сферические каналы ко всем ответственным подселенцам что он мог получить от них возвращается к ним усилию потоки в 50 раз мне интересно чья это мандолина его откуда у него в биополе мандолина я подарил кто это говорит вера дима и какая функция это мандолин когда он в отчаянии он играет и поет числе не совсем понимаю ты доводишь его до отчаяния непонятно он умножил тихий уголок где ему спокойно и безопасно когда он в этом уголке он поет играет кто из вас связан с его привычки к наркотическому средству твой договорчик демон мой договорчик но и джин да джин я смотрю синий что-то так спокойненько и тихо стоит не отвечает вообще не дополняет не дает никакой информации а джин я же надеюсь ты не хочешь потерять свою чалму и сосуд золотыми монетами такое уже бывало в этой комнате диагностики джин безобидные я вижу какой-то безобидный сколько ты находился в этом биополе джин джин желание выполняет джин нам же делиться нужно джин давай мы сейчас со сказками все таки закончим и ты будешь отвечать на мои вопросы сколько ты на 2 года сколько демон находится около пяти сколько находится красный дракон год и три месяца и спрут сколько ты присутствуешь в этом биополе он считает 7 месяцев с математикой у них не очень 7 месяцев ждем с реверс окончания реверс закончился устанавливай фильтры золотой сеточки на все каналы в порядке реверса богдан забирается в чистую светлую божественную энергию обратно пошла энергия божественная чистая 1 2 3 джин расскажи мне о своем контракте что ты даешь и что ты забираешь всегда есть средства для тебя и для меня для наших удовольствий какие условия контракт музыку мы любим слушаем на музыку контракт заключал энергия он тратит в этом состоянии на прослушивание музыки а что же за музыку такую слушают что он тратит энергии своей ты не понял не понял в измененном состоянии он играет для нас на мандолине тратит много энергии в В измененном состоянии. Понятно. И как он добивается этого изменения? Средства есть всегда. Вот. Как он добивается своего состояния, средства есть всегда. Все понятно. Это я спрашиваю для Богдана, для того, чтобы он понимал причины договоров и контрактов с сущностями. Ждем окончания реверса. Готово. Начинаем с вытаскивания того, что осталось. Начинаем со спрута. Спрут, выходи. Снимай все, что ты оставил в этом биополе. Все свои присоски. Отключайся полностью. Возвращайся назад. Доклады о готовности к проверке. Приступай. У него есть присоски в областивого уха. Ему нужно было переспрашивать несколько раз, чтобы понять, что ему говорят. Он все снял. Красный дракон, выходи, вытаскивай свои платы. Отключайся, возвращайся назад. Приступай. Где стояли твои платы? В сердце. Как они воздействовали? Как они воздействовали на его состояние? Распыляли, разжигали. Это что значит разжигали? Он начинал становиться нервом? Нервничать. Джин, твоя очередь. У тебя есть присоски или только пыль? Золотые наручники. Какие присоски? Хорошо. Собирай всю свою пыль. Тебе выходить не надо тогда, если у тебя нет. У нас все по обоедному согласию. Давай все-таки прекратим это, а, Джин? Если я тебе скажу, что у меня с двухсотый, наверное, Джин уже здесь стоишь. И золотые встречались, и неоднократно. Так что давай, я уже все истории слышал. Не трать мое время. Просто отвечай на мои вопросы, и мы быстрее закончим. Он все собрал. Демон, скажи мне, есть лярвы в биополе Богдана? Да, есть. В ноги я унимаю все стекало. В ноги. Ты хочешь получить эту лярву, эти лярвы? Хочется. Выходи сначала, отключайся полностью. На месте доложи мне, что ты все снял. Я дам тебе отдельную команду на лярвы. Приступай. А, снял. Разрешаю тебе забрать все лярвы. Забирай и возвращайся назад. У него есть затемнение на лице и на руках, кроме лярвы. Спрашивает разрешение. Разрешаете забрать лярвы из-за темнения в его биополе? Приступай. И возвращайся назад. Готово. Дальше у нас по плану рассинхронизация. Она не получится из-за того, что мы не аннулировали контракты и договора. И сейчас мы приступаем к этой процедуре. Богдан, я обращаюсь к вам. У вас заключены один контракт и один договор. Контракт заключен с джинном и договор заключен с демоном. Вы готовы аннулировать эти контракты? Готов, конечно. Хорошо. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Богдан принял ответственность за свою жизнь в свои руки, взял ответственность и выразил это намерение. Я говорю вслух его тонкая копия, пусть повторяет за мной. Я. А также всякого рода дополнение к соглашениям, контрактам и договорам. Договора выходят активно и подсвечиваются. Но они как два листа синий джинна, он поплотнее красный такой, как будто пустой демон. Пусть повторяет за мной. Внутрием власти моего суверенного я закону праву распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если таковая есть. Но ему возвращается энергия слов, высказанные слова, они идут назад к нему. Хорошо. Готово. Открываю воронку в галактическое ядро и производим сброс всех аннулированных контрактов и договоров. Закрываю, печатываю, растворяю. Есть. Возвращаемся к рассинхронизации. Даю команду на рассинхронизацию Богдана с демоном, с его веревками и мандолиной, джинном, красным драконом и с прутом. Пошла рассинхронизация, до 100% заканчивается автоматически. Готово. Даю команду скеннеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Подхожу к Богдану, помогая моей энергии отстегнуть ему все каналы. Один, два, три. Удар. Отлетает канал и открывая воронку в галактическое ядро, каналы уходят на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Есть. Хорошо. Итак, у нас демон в квартире не присутствует, он сказал? Нет. Джинн присутствует, красный дракон не присутствует, спрут присутствует. Есть платы. А, платы красного дракона. Хорошо. И спрут не... Ты присутствуешь или нет, спрут? Нет. Значит, тогда спрут. Ты готов уходить? Да. Больше не приходи в это биополе. Тебе понятно? Понял. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте спрута. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Красный дракон Джинн. Я сейчас открываю вам два портала в квартиру Богдана. Вы идете туда, собираете все, что оставили на своей чистоте. Я прихожу, проверяю и отправляю вас первый раз на вашу чистоту. Все понятно? Да. Открываются два портала в квартиру Богдана. В один идет Джинн. Во второй идет красный дракон. Закрывай, опечатывай, растворяй оба портала. Готово. Демон, хочешь получить эмоциональный фантом? Хочу. Тогда назовешь мне пару первопричин из тех энергий, которые я сейчас буду перечислять. Выходит эмоциональный фантом Богдана. Проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также все низкоабрационные эмоциональные энергии. Все это низкоабрационное им же сгенерированное проецируется на его эмоциональном фантоме. Фантом выходит. У него красно-серый фантом вышел. Богдан, эти энергии вы сами сгенерировали. Здесь вам уже никто не мешал. Вы готовы от них отказаться? Готово. Сворачивай энергии в шар. Забираешь демон? Да. Отправляю демона. Слушаю тебя. Но он его ест и говорит какие-то эмоции. Вот это ревность, вот это грусть. А вот это тяжесть внутренняя. Много чего вокруг крутится. Тяжесть в нем отражается. В тяжелом мире вы живете. Ну, скажем, ты тоже не в легком мире живешь, но все понятно. А я не о тебе говорю. Это его информация. Хорошо, демон. Больше мне вопросов нет. Готов уходить? Готов. Больше не приходите в его биополе. Контрактов нет. Открываем внизу портал против часовой стрелки на чистоте демона. И он уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Под веревками мандолина открывая воронку в галактическое ядро. И они уходят на переработку. Закрывая, печатаю, растворяй. Есть. Клетка пустая? Да. Поехали дальше. Переходим на чистоту негативной эгрегоры, мешающей жизнью, судьбе и здоровью физическому и энергетическому. Эгрегоры выходят. Есть эгрегоры. Спрашиваем. Богдана готов ли он отказаться от негативных эгрегоров? Он как к руке к запястью привязан. Не может снять. Готов. Помогаемая энергия на счет 3. 1, 2, 3. Пошел мощный удар. Отлетает эгрегоры. Открывая воронку в галактическое ядро. И они уходят на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Синхронизируется энергия, вибрация гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Богдан. Мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Какие-то особые энергии в мне проявились. Мне очень они приятны. Как будто это и есть. Это и есть вы. Новые волны, приливы. Мягкость ощущаю и радость. Отлично. Вам нужно будет заправляться ежедневно этими энергиями. Цифры мы вам назвали. Запускаете вся поток, как мы показали в этом сеансе. После этого поднимаете вибрации. После этого все синхронизируете и гармонизируете. Кроме того, каждый вечер вы должны выдавливать из себя весь негатив. Формировать его в шар. Открывать воронку в галактическое ядро. Все это делается с закрытыми глазами, визуализацией. Сбрасываете этот шар, который вы можете даже толком точно не видеть. Но вы должны знать, что он есть. И он уходит на переработку. В этот момент вы получаете облегчение. Все негативное за весь день уходит на переработку. А вы чистый и полон энергии. Сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему Биоробот Душа. И сразу перейдем к чистке вашей квартиры. Квартиру Богдана ты видела? На счетре ты стоишь перед входной дверью его квартиры. Один, два, три. Да, я здесь. По всему в одной из комнат. Пошел процесс. Входи в квартиру. Клетка установилась. Здесь красный дракон. Красный дракон есть. Демон. Демон. Жин. Есть. Арахноид. Арахноид. Бес. Бес. Хорошо. И здесь собака какая-то похожая на Добермана большая. Она как голограмма. Хорошо. Она лает. Собака. Снимаются маски и голограммы. Собака предстоит согласно своему эфирному коду ДНК. Бес говорит, что это его собака. А как это получается? Ты с собакой приходишь в дом без разрешения. Что делает этот Доберман? Скандалы? Лает. Ночь. Пугает. Так это ты пугаешь всех в доме? Я. Понятно. Вернее она. Вернее она. Или ты, или она. Сколько герц у Беса? Восемь. Мы начинаем тогда с тех, кто уже здесь были раньше. Красный дракон. Ты все свое собрал. Красный дракон снял платы в коридоре. Я хочу получить слово от красного дракона, потому что он больше никогда ни в этот дом, ни в это биополе не придет. Даю слово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте красного дракона. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Джин, ты свое все собрал? Собрал. Хорошо. Джин, готова уходить? Да. Джин, больше не придет ни в этот дом, ни в это биополе. Джину понятно? Понятно, понятно. А что ты такой расстроенный, Джин? Да только нашел свое место веселое. Договорился со всеми. Я понимаю. И опять в поисках. У нас своя работа. У тебя своя работа. Когда мы встречаемся, надо решать вопросы. Мы их решили. Ты должен это понимать. Ты готова уходить? Готов. Готово. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте Джина. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Арахноид, ты свое все собрал? Паутину снял, да. Хорошо, больше не приходишь. Понятно? Понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Диман, ты свое все собрал? Собрал. Выходит тогда Бес сейчас. Собирает все, что он раскидал в этой квартире, комочки, одеялки, сеточки, все подключки, все ловушки. Все собирает, возвращается назад. Интересно, у него сетки стоят на зеркалах. Одна в спальне, другая в ванной. А что это значит? Почему ты на зеркала сетки поставил? Ловушки у него такие, кто в эти зеркала смотрится, не нравится сами себе, раздражается. Ты что, умеешь раздражать зеркала на таком уровне? Интересно. Не я, мои подключки, сеточки мои. Ты хорошо укомплектованный, собака у тебя есть, сеточки, хорошо. Снимай все, ничего не забывай. Готов. Теперь пошли по квартире, показывай мне все порталы, я их буду закрывать. После этого я соберу тебе и демону весь негатив в этом доме, в дорогу поделю пополам и отдам каждому его долю. Все понятно? Понятно. Пошли. Окно в туалете. Портал, да? Да. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, портал фантома частицы портала уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Идем дальше. Подожди секунду. Стоп. У нас здесь этот еще. Кто? Инкуб. Ах, Инкуб у нас еще здесь. Хорошо. Он прячется в этих красных шторах, он как-то связан с ними. А почему Инкуб не попал в клетку? Потому что Инкуб ушел в портал. Понятно. Я думал, Инкуб захотел со мной поиграться, посмотреть, как выглядит галактическое ядро изнутри. Не хочет этого Инкуб случайно? Или получить удар 500 тысяч герц? Он не хочет возвращаться. Он вернется позже, когда ты уйдешь. Ты это серьезно сейчас, Инкуб? Ты вообще не понимаешь, что сейчас происходит вокруг тебя? Если нет, спроси у демона. Он, по-моему, намного умнее тебя в этом отношении. Потому что ты сейчас делаешь большую глупость. У меня сейчас закончится терпение, и я тебя сожгу. И ты больше никогда сюда не придешь. Кроме того, я запечатаю эту квартиру. Я поставлю такие энергии, что даже при приближении к ним у тебя начнет все гореть. Если я тебя не уничтожу до этого. Тебе сейчас понятно, Инкуб? Какие игры ты собрался играть? Он вышел в клетку. Выходи, собирай. Он говорит, что его ничего не держит. Он все собрал, поэтому он мог уйти. В надежде на то, что портал останется открытым, и он сможет вернуться. Я закрываю все порталы, как ты видишь. Если ты все понял и готов уходить, подтверди это. Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте Инкуба. Портал, забирай, что принес, уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Посмотри, тихонечко пришел. Пошли дальше, Бес. В коридоре есть шкаф. Да. В этом шкафу портал. Под этим шкафом открываем внизу воронку в галактическое ядро. Портал фантом и частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрываем, опечатываем, растворяем. Готово. А дальше эти красные шторы. Одно из них идет в окно портал. В этом месте внизу, открывая воронку в галактическое ядро, портал фантом и частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. А второе, оно просто вибрирует. Под ним, открывая воронку в галактическое ядро, портал фантом и частицы портала уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Рано или поздно открылся бы. На ночной кухне есть. Здесь стена с потолком. В этом месте внизу, по всему периметру, открывая воронку в галактическое ядро, портал фантома частицы портала уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Дальше ванна, правая стена. Под этой стеной внизу, открывая воронку в галактическое ядро, портал фантома частицы портала уходит на переработку в чистую первичную энергию, закрывая, печатая, растворяя. Есть. Спальня он показывает. Вся квартира пробита. Там под кроватью как воронка. В этом месте внизу, открывая воронку в галактическое ядро, портал фантом и частицы портала уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Все. 11 портал, я насчитал или 12. Хорошо. Возвращаемся к клетке тюрьмы. Даю команду на счет эмоциональной энергии, эмоции, мысли и чувств. Там приличные шары должны быть, потому что дом очень старый, больше 100 лет. Шары большие, но они по краям, как фантомные, в середину идут энергии. Под космическим открываю воронку в галактическое ядро, уходит на переработку. Закрываю, опечатываю, растворяю. Второй шар делю на две равные части. Демон, бес, забираете. Да. Отправляю каждому по его половине. Готово. Хорошо. Бес и демон. Сейчас я буду отпускать вас. Берест, я сразу говорю, если ты еще раз появишься где-то здесь со своей собакой, собака больше уже никуда не уйдет и у тебя начнутся неприятности. Если ты этого не хочешь, найди себе новое место обитания. Тебе это понятно? Да. Открывается внизу два портала, один на чистоте демона, один на чистоте беса. Демон забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Бес забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, опечатывая, растворяй и ставь две огненные пентаграммы. Готово. Клетка пустая? Пустая. Открывая под ней воронку в галактическое ядро, она уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. В автоматическом режиме. Готово. Хорошо, мы закончили. Отключайся от квартиры. Поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем.